Виталий Михайлович, недавно поступил у нас в продажу браслет. Расскажите, пожалуйста, вкратце, что это такое, как он работает, что он из себя представляет данный продукт. Ну, эти браслеты давно изучаются, различные конфигурации и так далее. Но суть-то в том, что дело не только в конфигурации, а дело в том субстрате, который закладывается в эти так называемые локусы, капсулы, которые должны служить той основой генерации, которая окружает руку и создает новый тип биоплазменной эмиссии на каналах руки, на биоплазменных каналах руки. То есть вот этот тип зависит преды всего от этой, видите, капсулы. То есть какой она конфигурации. Вот сейчас мы в этом плане изучаем. Думаю, что скоро такие браслеты появятся и могут массово применяться с различной конфигурацией и с различным составом того вещества, которое участвует в генерации. Понятно. Но это еще исследование дальше. Виктор Михайлович, скажите, пожалуйста, а как он воздействует на организм? Как он влияет на организм данной браслеты? Что происходит? Когда мы его используем? Я еще раз говорю, он влияет через биоплазменное тело. Так очень много, так сказать, веществ, в том числе одежда наша влияет. Вы не думаете, что она не влияет. Говорят, это для тепла, для того чтобы, для глаз, для поведенческих реакций у людей одежда нужна. А на самом деле она нужна прежде всего для того, чтобы поддерживать какую-то структуру биоплазменного тела. Как человека, так и многих людей, то есть двух людей, пять людей, десять людей и так далее, пошло и пошло. То есть это необходимо. И вот тут одежда играет огромную волю. Хоть и есть такая поговорка, та же шуба с шерстью кверху, такая крестьянская поговорка в период коллективизации. Но она имеет и другую, так сказать, подоплеку. То есть сама по себе шерсть и так далее, которая, допустим, наружу находится или внутри контакта с кожей, она очень сильно влияет на структуру плазменного тела. Поэтому к этому надо относиться очень серьезно, к самому материалу, в том числе и по браслетам, и по другим аспектам, которые связаны с кожей. Я еще раз понимаю, то есть призываю обратить внимание, во-первых, какая кожа, фу, какая одежда, какой браслет и как они должны согласоваться друг с другом. У нас есть соображения тоже, сейчас мы вот работаем, значит, если все это подтвердится, то стоит написать рекомендации, как носить браслеты, при какой коже, при какой, так сказать, одежде оптимальной для тех или иных людей. Потому что люди настолько разнообразны, настолько они чувствительны к различным факторам, кофакторам, как мы называем, факторам спутников, что без этого такое просто, так сказать, используя браслетов под видом, что они все исцеляют или все помогают исцелять или улучшают поведение и так далее, это всегда вносит очень большие сомнения. Поэтому надо очень быть в этом плане внимательны и использовать все достижения науки. Такие исследования проводятся, поэтому мы очень надеемся, что скоро будет выпущен такой своеобразный, так сказать, рекомендательный справочник, где будут записаны некоторые из браслетов, которые можно применять широко. Вот в этих аспектах. Но с учетом многих факторов, о которых я, к сожалению, даже и не говорю. Я уж не говорю о психоидном факторе, о плазменном теле, который передается через глаза, через звуки и так далее. Но это другое. Я говорю, прежде всего, о тех контактных даже взаимодействиях различных веществ с кожей человека и с плазменным телом человека. Витя Михайлович, расскажите, пожалуйста, как применять данный браслет, кому рекомендуется его применять, и есть ли какие-то меры предосторожности по его применению? Ну, рекомендуется это тоже сейчас, есть, так сказать, народная, как называемая, мудрость в кавычках, какие браслеты, для чего это нужно и так далее. Ну, фактически это рекомендуется для укрепления тех процессов, которые, биофизический процесс, которые происходят в плазменном теле человека и, прежде всего, в пси-плазменном теле. Хотя и браслеты влияют и на соматическую плазму, и в какой степени на геминизативную плазму. Поэтому они и применяются. И поэтому женщины особенно любят браслеты, потому что это им создает большую стабильность, большую уверенность, большую, так сказать, отсутствие всяких всплесков всяких, таких настроений аномальных, которые только вредят, так сказать, поведенческому комфорту между, допустим, мужчиной и женщиной, или группами мужчин и женщин, и так далее, и так далее, и вообще. То есть это как раз тот инструмент, который позволяет нормировку поведения осуществлять в какой-то степени. Не значит, что это очень сильный, это мягкий инструмент, в кавычках, мягкий. И он достаточно эффективен при длительном ношении, а не сразу так, что взял, а делал и уже сразу стал таким паинькой, или каким-то более устойчивым, или каким-то более ласковым. Это надо поносить хотя бы полгода, год, и так далее. Все это очень медленные процессы, они тоже со временем связаны. Поэтому я думаю, что вот в этом ключе, как раз, и будут проводиться исследования, и потом написаны будут рекомендации более-менее четкие в этом плане. Так что вот так. А что касается вот этого мытья, там, вода, конечно, это все вредно. Особенно, если пролежало там долго, и так далее. Но кратковые контакты с холодной водой, там, с теплой водой, по-моему. Не страшно. Как манистерни показывают, что особых сдвигов не дают. Ну, а что касается, очень горячей воды, кипячение, конечно, может разрушить полностью структуру субстрата, и в расслед придет негодность. А что касается вот в плане ударов, боятся ли они ударов каких-то физических? Ну, это само само разумеется, потому что пьезоэффект, если ударить хорошо по капсуле, то по-моему, уничтожаем памяти их, и фактически уже вносим, так сказать, те дефекты в колоссальном количестве, которые разрушают всю целостную структуру браслета. Одним словом, аккуратно нужно обращаться с данным институтом. Безусловно, безусловно. Все понятно. Спасибо большое, Александр Михайлович.